На этом третьем видео из серии мы приведем еще один вопрос о Робби Миллера по гармонии в семье и подобным вопросам. Здесь вопрос Робби Виктор Миллер, он по четвергам отвечал устно на вопросы разных людей на разные темы. И вопрос, который я сегодня хочу с вами перевести с английского, это вопрос насчет развода. Похоже, что вопрос был задан в более теоретической форме. Если развод это такая плохая вещь, почему же тогда Тора его разрешает? В смысле, мы знаем, есть религии, где развод почти невозможен или полностью невозможен. Насколько я понимаю, у католиков это либо полностью запрещено, либо очень-очень сложно получить развод. Может быть, даже полностью запрещено, там тоже какие-то есть изменения, но, во всяком случае, можно было бы себе представить ситуацию, в которой развод Тора бы не разрешила. Но Тора разрешает развод. Так вот, Робби Миллер отвечает так, что когда человека разрезают и вытаскивают из его живота что-то разрезанного, это ужасно. Но иногда приходится это делать, да, это называется у нас операцией. Иногда нужно удалить какую-то болезнь, иначе человек умрет. Поэтому это жуткая вещь, когда человека разрезают, но иногда нету никакого выбора. Но есть доктора, которые делают операции ненужные, только чтобы заработать, да, у них же, в Америке же какая ситуация, да, и в большинстве стран, что платят за все, либо государство, либо страховка. Потому что, в всяком случае, доктору выгодно делать операции. Получается, что он не может быть объективным. Ему часто хочется делать операции, потому что за это больше заплатят. Таким образом лечить пациента, да, что операция не очень нужна или вообще не нужна. Вот. Он говорит, что есть много таких докторов. Это правда, есть много по статистике докторов, которые делают ненужные, в том числе ненужные тесты, да, там разные. Вот, например, если доктор, по статистике проверяли, если доктор имеет сам машину, которая делает, ну, предположим, рентген может делать, то уже в несколько раз более часто он будет делать рентген, чем доктору, у которого такой машины нет, и ему нужно посылать к другому. Почему? Потому что первый доктор получает деньги за каждый рентген, значит, ему выгодно побольше, чтобы у пациентов делали рентген. Хотя для пациента это вредно, и это, да, каждый рентген это плохо, в принципе, если можно обойтись, то лучше его не делать. Ну, вот так вот получается, люди, они существа субъективные, и поэтому доктор может даже думать, что он делает хорошо для пациента. На самом деле, его настоящая причина, это потому, что он получит деньги со страховки за очередной рентген. Вот. Тем более за операцию, за которую платят тысячи и тысячи долларов за каждую. В этом случае есть, как говорят, хирурги, которые все время делают операции ненужные. Мы их называем резаки, так что ли перевести, cutters по-английски, да, которые постоянно режут людей. Так развод, говорит, это еще хуже, чем операция. Во много раз хуже. И только когда нет никакой альтернативы, тогда разрешен развод. Я, говорит, много этот предмет изучал. Да, у Раби Миллера он был пожилой же человек, когда отвечал на основные свои вопросы, вот, которые здесь напечатаны. И он уже очень большой опыт имел. Очень много видел случаев в жизни. Он говорит, что очень часто можно было бы обойтись без развода. Очень часто люди жалеют по том, что развелись. Они испортили свою жизнь, жизнь своих детей, если у них есть дети. Это, говорит, глупейшая вещь. Даже, говорит, упоминать имя развода нельзя. Это как трейфа. Не упоминать вообще. Но и бывают ситуации, когда действительно развод разрешен и даже правильный путь именно развестись. Он приводит несколько примеров. Первый пример, который он приводит, если одна из сторон перестала быть религиозной. Или даже если они сначала оба были нерелигиозные, но одна сторона стала болшува, допустим, мужчина стал болшува, а женщина не хочет с ним идти по этому пути, остается нерелигиозной. Тут ничего не поделаешь. Если она в Мику ходить не будет, например, ну, раба мира не выдается в детали, но, понятно, что если жена не будет ходить в Мику, то компромисс в этом исключен. Обратная ситуация, когда женщина стала религиозной, это немножко проще, потому что от нее зависит основное. Поэтому, если женщина стала религиозной, в принципе, мужа насиловать не будет. Когда она сходит в Мику, она с ним будет. В общем, некоторые женщины остаются своими мужьями нерелигиозными, некоторые все равно разводятся. Во всяком случае, здесь есть место разрешению развода, если у них совсем разные взгляды на Тору и на соблюдение заповедей. Потом и бывают ситуации, в которых он описывает, что Хасвишалом измены супружеской. Он там описывает, какая-то была женщина, которая ходила к хиропрактору, и, в общем, похоже, что в Валюмсбурге это произошло, и похоже, что изменила мужа с этим хиропрактором. И тогда раввины постановили, что она должна получить развод. И это все очень сложные вопросы, конечно, когда именно халаха требует развода. Ведь, знаете, мы это когда-то обсуждали, когда я приводил это в Туре, в Шухнарухе, эти законы, что это все очень непросто. Когда еврейский закон говорит, что мы верим, что есть достаточное свидетельство, что женщина изменила мужу. Это очень редкая ситуация. Даже если она сама говорит, что я тебя изменила, еще не факт, что мы ей верим. Так заключает Талмуд, в конце трактата не дарим. Ваша женщина говорит мужу, я тебя изменила, и мы все равно не верим, представляете? Поэтому практически вопрос, он говорит, что произошел в Валюмсбурге, что Бе-Дин, да, были мудрецы, которые изучили всю ситуацию и поняли, что им придется развестись. Он ей дал развод, и она уехала, говорит, в землю Израиля и оставила детей с мужем. Это трагедия. Но здесь ничего не поделаешь, да, если она изменила мужу, да, прелюбодеяла с другим мужчиной, то здесь уже ничего не сделаешь. Но в других случаях считает Рабби Миллер, что развод следует избегать. То есть получается из его слов фактически, что он разрешает развод только в случаях, когда либо одна страна нерелигиозная, либо если мамыш произошла супружеская измена. Но если они не очень, так сказать, как говорится, compatible, да, они многое, может быть, у них в семье не очень, так сказать, счастливая семья, не самый счастливый брак и так далее. Это он все, видимо, считает, что это не причина для развода, что развод еще хуже. Ведь мы же говорим о меньшем злом, да, какое без двух зол меньшее. То есть не говорим о том, что хорошо ли, когда люди живут плохо. Это другой совсем вопрос, что можно сделать, чтобы жить лучше. Мы говорим о том, что какая альтернатива, да, что между разводом и жизнью, допустим, не самым счастливым браком, особенно когда уже есть дети, то развод это худшее из двух, по мнению Рады Миллера. И можно, кстати, это доказать именно из того же факта, что, как я говорил, Талмуд очень старается разрешить мужу жизнь с женой, несмотря на то, что есть свидетельство определенное, что она ему изменяла. Но поскольку, поскольку этих свидетельств недостаточно, насколько возможно, Талмуд трактует все в мягкую сторону. Почему? Это все, чтобы сохранить еврейскую семью, да. Если бы, на самом деле, лучше всегда был бы развод в таких ситуациях, то тогда зачем Талмуду настолько, так сказать, искать возможности, как-то трактовать все, чтобы оказалось, что она не изменяла. Мы же не говорим о наказании ей. Наказание — это совсем другое, нужно предупреждение, свидетель, это практически никогда не случается. Мы говорим о ситуации, когда просто они разводятся, и дальше она может выйти замуж за кого-то еще, кроме того потенциального предвободия, с которым ее застукали, так сказать. Так вот, Талмуд очень либерален в этом отношении, очень сложно доказать обычно, очень сложно заставить разводиться. И это, похоже, доказывает, что Талмуд старается избегать развода, насколько возможно. Можно это еще доказать с того, что, как говорит Талмуд, что даже жертвенник плачет, когда люди разводятся. Еще говорит, что раз имя Всевышнего разрешило Тора стереть ради мира в доме, имеется в виду Паша Цотта, что Тора говорит, что если жена возможно изменяла мужу, ее фактически предупреждали, чтобы она с каким-то мужчиной не уединялась, а она все равно с ним уединяется, и мы не знаем, что произошло. То Тора говорит, что она приходит в храм, и ей дают выпить воду, в которой растворили отрывок, где в том числе написаны имена Всевышнего. Так говорится, раз уж имя Всевышнего стирается ради того, чтобы восстановить мир в доме, чтобы разрешить ее мужу, да, ведь фактически это питье должно определить, разрешена она все еще мужу или нет. Так Всевышний говорит, что ради того, чтобы они могли жить вместе, я готов, чтобы стерли мое имя. И Талмуд отсюда учит, насколько важно сохранить брак. Поэтому мы видим из всего этого, что развод обычно это только крайняя альтернатива, которую Тора разрешает. Действительно, мы не католики, у нас нету такого подхода, что вообще не разрешать никогда развода. Это действительно очень плохой подход, потому что бывают, что люди настолько друг друга уже ненавидят. Бывают, идут и на убийства, и на прелюбодеяние, конечно, и на другие вещи, потому что они могут жить вместе. Поэтому сказать, что никогда не разводиться, это тоже очень плохо. Это имеет, да, вот в Англии, кажется, развод еще не разрешали, там, я не знаю, сто лет назад, допустим. Бывало, из-за этого и отравляли мужей, жены. И разные были ситуации. Если развод вообще не разрешать, это очень большая проблема тоже. Поэтому развод разрешен, но считается крайностью, и поэтому нужно его избегать. Так вот, хуже, чем тяжелая операция, как с ковровыми людьми. Если вам нравится это видео, можете назвать, нажать лайк. Если не нравится, можете наоборот написать свои комментарии, почему не нравится, и мы будем это учитывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!